Из проповедей святаго Иоанна Златоустова на книгу Бытия Постараемся хранить себя неукоризненными так, чтобы под предлогом добродетели не навлечь на себя подозрения в гордости или под предлогом смиренно-мудрия не пренебречь добродетели. Во всем будем соблюдать меру и в основании совершаемых нами дел полагать смирение, чтобы безопасно созидать нам здание добродетели. То и добродетель, когда она соединена, бывает со смирением. Положивший в основании своей добродетели смирение может безопасно воздвигать здание до какой ему угодно высоты. Оно, смирение, есть величайшее ограждение, стена несокрушимая, крепость непреодолимая. Оно поддерживает все здание, не позволяя ему пасть ни от порыва ветров, ни от напора волн, ни от силы бурь, но ставит его выше всех нападений, делает как бы построенным из адаманта и неразрушимых, и на нас низводит щедрые дары от человеколюбивого Бога. Им-то патриарх Авраам получил от Бога столь великие обетования. И не только один он, но и все другие праведники прославили через смирение. Это может удостовериться каждый из вас, любящий упражняться в чтении Священного Писания. Человеколюбивый владыка наш, когда увидит, что мы не заботимся о настоящих благах, их дарует нам с щедростью и наслаждение благами будущими предуготовляет. И так обыкновенно бывает и в отношении к богатству, и в отношении к славе настоящей жизни, и в отношении ко всем временным благам. Итак, презрим настоящее богатство, дабы приобрести богатство истинное. Презрим суетную эту славу, чтобы удостоиться той истинной и прочной славы. Будем посмеиваться настоящему благополучию, чтобы получить те неизреченные блага. За ничто будем считать настоящее, чтобы быть нам способными воспламениться любовью к будущему. Тому, кто привязан к настоящему, невозможно и питать себе любовь к тем неизреченным благам. У него пристрастие к настоящему омрачает разум, точно так, как какая-нибудь нечистота залепляет телесные глаза и не позволяет ему видеть, что нужно. И наоборот, невозможно, чтобы тот, кто питает любовь к тем прочным и неизменным благам, имел пристрастие к благам временным, которые прежде чем появятся, отлетают и исчезают. Проникнутый любовью к Богу и питающий сильное желание будущих благ в настоящую жизнь смотрит другими глазами и знает, что вся настоящая жизнь есть обманчивый призрак и нисколько не отличается от сновидений. Поэтому и блаженный Павел в одном из посланий своем сказал «Приходит образ мира сего» 1 Коринфянам 7.31 «Показывая, что все человеческое есть только призрак и проходит, как тень или сон, потому что не имеет в себе ничего истинного и твердого. Не детскому ли живому свойственно гоняться за тенью, гордиться сновидением и привязываться к тому, что мгновенно исчезает? Приходит, говорит, образ мира сего». Когда ты слышал, что приходит, то для чего еще ищешь благ мира? Когда ты слышал, что все человеческое есть только призрак, не имеющий истины, то зачем добровольно сам подвергаешь себя обольщению? Почему, размышляя переменчивость о непорочности здешних благ, не презираешь их и не устремляешь своего желания к тем благам, постоянным, твердым, прочным, не подлежащим никакой перемене? Чтобы постигнуть тебе мудрость Учителя Вселенной, посмотри, какое выражение в другом месте он употребил, когда хотел показать, что все, даже и самое славное в настоящей жизни, есть ничто. Видимое, укажившее на огромные богатства, на славу, знатность, первенство, господство, на самое царство, на облеченного Диадемою и на высокий трон, все это видимое говорит временно, является на краткое время и ненадолго доставляет нам наслаждение. Так чего же ты хочешь заставить нас искать, если все видимое временно? Тех говорит невидимых благ, не этих видимых, но тех, которых не видят телесные очи. Но кто же, скажи, убедит нас пренебречь видимым и искать невидимого? Самое говорит природа вещей, пусть учит вас тому, что здешние блага, хотя и видимы, но скоро приходят, а тамошние, хотя теперь и невидимы для нас, но вечны, имеют бытие непрестающее, не знают ни предела, ни конца, никаких либо перемен, всегда прочны и непоколебимы. Может быть, я представляюсь уже и тягостным, потому что каждый день предлагаю советы. Но что же мне делать? Велика зараза греха, великая сила любостяжания, заметна скудость добродетели. Поэтому хочу я хоть беспрестанными увещаниями одолеть недуг и привести к совершенному здоровью приходящих сюда. Для того, изъяснить Писание стараюсь и представляю образы добродетели праведных, и не перестаю часто повторять вам одно и то же, чтобы как-нибудь расположить вас подражанию праведникам. Подумаем же хоть и поздно о нашем спасении, воспользуемся как следует данным нам временем настоящей жизни, и пока есть время, поспешим к покаянию, исправлению своих грехопадений. Употребим избыток своих стяжаний на пользу своих душ, и что нам не нужно, то отдадим нуждающимся. Для чего, скажи мне, позволяешь ты быть снедаемым у ржавчину, золоту и серебру, которые следовало бы передать в руки бедных, чтобы, положив их в это безопасное хранилище в свое время, когда особенно будешь нуждаться в их помощи, мог ты получить от них пособие. Напитанные тобой здесь, они в тот день отверзут тебе двери дерзновения и примут тебе вечные крови свои. Не допустим так же, чтобы одежды наши снедаемы были молю или без употребления отлели в кладовых, когда столь многие нуждаются в одежде и ходят почти на геме. Предпочтем моле наготствующего Христа и оденем его неимущего одежды ради нас и нашего спасения, чтобы удостоившись одеть его услышать нам в тот день. «Нах был и одели меня» Матфея 25, 36. «Ужели обременительны и тягостны эти заповеди? Эти блага говорят, говорят они заповеди гибнущие, согневающие напрасно и без нужды расходуемы. Постарайся употребить с пользу, чтобы тебе не потерпеть убытка от их потери, а приобрести от них напротив величайшую прибыль. Крайне и даже безмерно бесчеловечно, тратя столь многое для своего наслаждения, излишнее заключают сундуки и кладовые, не желать облегчить нужды единокровных, отдавать лучшее ненужное нам на съедение моли или червям, расхищение ворам и подвергнуться за это наказанию, чем распорядиться им по надлежащему и получить за то награду. Не будем, умоляю, простирать до этого нашу беспечность о спасении своих душ, но, уделив излишнее бедным, приобретим себя за благовременно великое дерзновение. Тогда уростоимся наслаждиться неизреченными теми благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отсутся Святым Духом слава держава честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.